Во Дворце книги стартовало одно из самых крупных мероприятий в литературной жизни Ульяновской области. Всероссийская выставка-ярмарка и конкурс «Симбирская книга-2022» посвящена 175-летию со дня открытия библиотеки и проходит под общим названием «Юбилейная весна» во Дворце книги. Больше 600 книг представлено на ярмарке. Поэтому любой читатель, любой посетитель ярмарки найдет для себя что-то интересное. Книги есть и художественные, книги есть очень много краеведческих, чем всегда «Симбирская книга» и «Гордиться». Книги, которые вы, наверное, нигде и никогда не увидите, ни в магазинах, только в библиотеке можно почитать, потому что иногда все-таки краеведческие издания издаются самыми малыми тиражами. На выставке-ярмарке представлены книги библиотек и издательств Ульяновской, Кировской, Пензенской, Рязанской, Самарской областей и Республики Татарстан, изданные в 2022 году. А в конкурсе принимают участие более 32 издающих организаций и 22 индивидуальных автора. Очень рада, что такие выставки проводятся. К сожалению, у нас такой сейчас период, когда книга начинает умирать, и книга остается только для людей, читающих. Такие книги, умные книги, очень нужные. Как сказал наш один из читателей, который позвонил нам из Сибирска, я собираю книги только малых издательств, потому что там можно найти что-то стоящее, некоммерческое. В юбилейный год для региона и города в торжественном зале Дворца книги презентовали уникальную книгу «История симбирского Ульяновского края» с древнейших времен до наших дней, том 1, палеолит, эпоха бронзы. По большому счету, наш институт как раз создавался ради написания этого фундаментального труда. Это книга, плод работы наших ульяновских археологов и также наших коллег из сопредельных регионов, которые так или иначе работали на территории нашей области. Не скрою, предварительный проект «Разросся с 3 до 6 лет тому», поскольку очень много информации. А 13 апреля с 12.00 в здании Дворянского собрания впервые пройдет форум юных краеведов, как одно из мероприятий «Симбирской книги». Ему предшествовал конкурс «Ульяновский регион. Люблю и познаю», объявленный в школах и университетах. В нем приняли участие более 150 человек, и теперь все участники конкурса соберутся на форуме. Выставка-ярмарка продлится 10 дней. Всего запланировано более 80 мероприятий. Книгу года назовут 21 апреля по итогам читательского голосования. К слову сказать, в день открытия «Симбирской книги» было объявлено, что интернет-голосование за понравившуюся книгу продлено еще на неделю. Так что у вас есть еще шанс поставить свой лайк.